Но оказалось, что это все было просто заебись. Коронавирус, коронавирус, аливерс, ах, ибись. Еду к Сашечке Петрову. Ой-ой-ой, что будет? О, мандаринчиков хочу. Спасибо большое. А можно один попробовать? Дегустация. А то вдруг мужчине не понравится мандаринчик. Здрасте. Ну вообще, конечно, непросто с ним. Нарассказал всем всего про себя. А теперь о чем же с тобой такое важное-то поговорить? Ну план есть. Есть у меня планчик. Я оставляла спецзаказ. Я правильно понимаю, что вы заказывали 18-летний Де Макаллан Дабл Каск? Точно. Только я хочу посмотреть. Конечно. Проект «Решайся» Макаллан. Я Лена Долецкая. И как вы уже поняли, едем мы сегодня домой в гости к знаменитому артисту, поэту и уже режиссеру Александру Петрову поговорим. Что мы по уши в говне, и жопа в стране, и в думе много воров. И в фильмах только Петров. Повсюду кровь, и воздух, грязный солнца нету. И гаишник мудар. Ну, оказалось, что Денила заявись. Коронавирус. Коронавирус. Алена, привет. Снегурчик заказывали? Ничего себе. Какая ты балдежная, а? Равных нет. Она можно войти. Нужно. Первый раз в дом никто с пустыми руками не ходит. Особенно интеллигентные люди. Хорошо. Это все тебе. Огромное спасибо. Держи, это нелегко. Держи. Так, я тогда пока поставлю. Да, ты поставь. Например, вот сюда. Меня разди. Давай. Олег. Опа. Опа. Ой, как у тебя хорошо. Да. Заходи. Ну, как у тебя хорошо. Да. Спасибо тебе. Конечно, дом это хорошо. Сколько ты здесь уже? Три года. Три? Даже больше, мне кажется. Уже больше. Соль ароматическая. Да. Это свечечки. Я очень люблю уют такой. Но ты понимаешь, что я бы вряд ли кого-то пустил в дом. Это была моя идея снимать интервью с тобой именно дома. Почему-то я подумал, что это будет самое крутое. Да правильно. Потому что до тебя я еще никого не пускал. Ес. Ты первая. Значит, ну, это, сам понимаешь, дело идет к Новому году. Ты знаешь, что это? Это мини-мандарины. Мини-мандарины? Да. Есть мини-маусы, есть мини-мандарины. Понимаешь? Я очень. Они мега сладкие, но при этом с кислинкой. Попробуем. Я очень люблю Новый год. Да? Я верю в Деда Мороза. Да. И мне обязательно, чтобы было вот такое волшебство какое-то. Потому что... Вот там все вот прям закантовано. Мне это всегда все очень покайфило. Так, раз. Доставай что-то. И я очень люблю подарки. Это все твое. Спасибо. Следующий, пожалуйста. Следующий экземпляр. Что ты думаешь, это такое? Так, я не знаю. Может быть, настенные часы? Знаешь, это такие вот, как раньше висели? Не-не-не-не. Вот такие вот, как они называются? Как ручные, только огромные. Вот их вешали. Да-да-да. Вот это вот. Я думала, ты оделся на кукушку, и вместо кукушки вылезаю я. Это было бы лучше. Итак. А теперь внимание. Достань, внимательно ее достань. Это серьезное заявление. А еще и с гравировочкой Саши Петрова от Алены Долецкой. Пальчиком потрогай. Не передаришь никому. Я бы никому... Да-да-да, я понял. Молодец. Слушай, я бы никогда это никому не отдал. Видишь? Ну, я, наверное, знаешь. Нет-нет, даже до того момента, когда тут написано Саша Петрова от Алены Долецкой. Да, и я вот даже не... Ну, и ты понимаешь, раз что любишь подарки, это меня очень радует. Да. Третья часть нашей программы. То есть, прямо, честно говоря, шо на пакете. Написано, то и внутри. Так. Выдается у нас Новый год холодненький. Матерь Божья. А поэтому... Матерь Божья. Ты понимаешь, ты весь будешь вот такой вот в Брунелло Кочанели. Ну, это круто. Светло-серый цвет. Кстати, ты видишь, как ты угадала. Ты понимаешь? Все очень подходит. Так вот тогда накинулся и пошел вот к себе туда, к шашлычной. Да-да-да. Где... Чуть-чуть проверить огонь, как мясцо. Ну, а где посидим-то? А вот, пожалуйста, я все уже приготовил. Барная стоечка. Да. Какая прелесть. Тоже это очень люблю. Как ты думаешь, почему твои агенты, начнем с мягкого, мне категорически запретили говорить с тобой о деньгах, о личной жизни. Слушай, ну, тебе чуть-чуть я могу что-то... Потому что ты очень деликатна, если что-то спросишь, все это будет... Ну, ты же знаешь, я сама деликатность. Я знаю, да-да-да, поэтому... Ну, вот скажи мне, почему, как ты думаешь, звезды, каковой ты являешься, на самом деле все выставляют себя в сеть, ведут Инстаграм, ведут некоторые даже тиктоки, фейсбуки. Чуть ли не разводятся в Инстаграм, как мы с тобой знаем. А потом в официальной ситуации говорят, не-не-не-не, ой-ой-ой, нет-не, мы про личные не говорим. Почему? Боятся. Чего? Я думаю, что сейчас, в принципе, такое некое состояние, что люди боятся везде сказать лишнее слово, потому что не так воспримется, не так воспримется, не так там это, где-то кто-то что-то перефразирует, где-то это все будет, и пожалуйста. Страх, значит, все-таки. Я думаю, что это страх, да, страх того, что я уж лучше не буду, как бы, чем... От греха. От греха подальше, да. Ну, понеслось. Ну, давай. С наступающего. С наступающего, хорошо. Ну, я, я счастлив, я счастлив. Я не могу с тобой не поделиться одной тяжелой засадой. Дело в том, что ты всем все рассказал. Есть такое. Поэтому я перестал в какой-то момент вообще давать интервью. Ну, какой-то фонтан. Понимаешь? И главное, что все теперь, значит, знают, что... Почему Петров одинаковый, в смысле не одинаковый. Да. Почему Петров не любит заниматься сексом в кадре. Почему это холодно и неприлично, а эрекции нет при этом, потому что надо играть. И стихи тоже разобрали на куски. И ты знаешь, я подумала, может быть, фиг с ним со всеми этими темами. А поговорим о чем-то таком, ну, более, что ли, глубоком и важном, как мне кажется, для тебя. И первый мой вопрос будет про учителей. О! Потому что всеми нами очень любимый Хейфиц. Да, да. Который, да. Первый, как я понимаю, тебя просто танком по тебе прошелся. Вызвал у тебя вот эту знаменитую актерскую ярость, о которой ты любишь вспоминать. И ты сыграл так, как не играл никогда. Ну, было такое. Было такое. Ну, во-первых, мой такой первый вопрос. Ты показывал Хейфицу какой-нибудь свой фильм? Нет. Почему? Я думаю, знаешь, как я бы хотел показать, наверное, единственный фильм, который хотел бы ему показать, это текст. Наверное. Хотел бы ему показать «Звоните Ди Каприо». Вот. И я надеюсь, что у меня это получится. Так. Я постараюсь это сделать. К сожалению, Леон Фимович уже человек немолодой. И, значит, да, но сериал вряд ли восемь серий осилен. Осилен, да. Во-вторых, есть некие сложности, естественно, в таком возрасте со здоровьем. Дай бог ему здоровья и всего самого. Вот. Но если говорить про то, что бы я хотел ему показать, это, наверное, было бы вот это. Наверное, вот так. Кому ты сейчас сможешь позволить пройтись по тебе танкам? Это очень хороший вопрос. Потому что... Сэма. Иди сюда. Маленькая. Сэма, Сэма. Сэма. Это моя, моя, моя. Сэмик. Так, все, игрушку. Видишь, это ее любимая игрушка. Ее не интересуют какие-то дорогие игрушки, ничего. Все просто. Вот такая штучка. Там какая-нибудь коробка. Она главная. А это все главное. Сейчас, не знаю, вот прямо чтобы танкам, ну... Наверное, я позволю это сделать Шипенко. Позволю это сделать Климу. Позволю это сделать Жорик Рыжовниковый. Они иногда это делают. Когда в какой-то личной приватной беседе они могут сказать мне все, что они думают. И про кино, которое у меня было, и про меня, и так далее, и так далее. Один на один? Да, да, конечно. Один на один. Тебе больно? Ты знаешь, нет, вот... Нет, нет. То есть я это воспринимаю как то, ну, когда тебя человек любит и хочет тебе что-то сказать такое, что тебе не скажет, возможно, никто. Может, и скажет, но ты, возможно, не послушай. Конечно, это, безусловно, естественно, Федор Бондарчук. Но это вообще отдельная планета, потому что там и танком может проехаться, и все, что угодно, и любить будет до какого-то. Но это... Я так счастлив, что жизнь свела, я никогда не думал, что я буду товариществовать с таким человеком, как Федор Бондарчук. Масштабный парень, это правда. Это масштабный парень, да, очень масштабный. Конечно же, Олег Евгеньевич Меншиков. Конечно же. Конечно же. Как режиссер. Да, и как человек, и как режиссер, и как все остальное. Я иногда, знаешь, когда где-то возникают какие-то жизненные сомнения или что-то еще, я могу просто прийти к Олеге Евгеньевичу, не спросить его ничего об этом, но просто его увидеть, и он... Привет, как дела? Все хорошо? Да, пошли все! И все. И у тебя сразу все. Исцеление. Вот есть энергия вот у таких вот людей, вот у Федора Сергеевича Бондарчука, конечно. Слушай, мы с тобой вспомнили Слепакова, у которого, как ты понимаешь, есть великий гимн нашей страны, сколько денег нужно, чтобы стать счастливым. И... Это гениально, да. Ну, Слепаков вообще гениальный человек. Да, это правда. Даже и не будем об этом... И не будем об этом и рассуждать. Все понятно. И так и ясно, да. Например, свалилось на тебя, я не знаю, ну давай какой-нибудь такой, 500 миллионов не рублей, а прямо настоящих долларов. Как ты с ними... Вот прямо получил и получил. Просто так? Не просто так, там у тебя что-то получилось такое замечательное. Слушай... И расплатились с тобой вот так. Вот у тебя они появились, что ты с ними сделаешь? Я думаю, большинство отдам. Дом с маяком? Например. Большинство это две трети? Половину? Я думаю, что как минимум, если про такую сумму идет речь, две трети точно отдам в благотворительность. Дом с маяком будет, еще какие-то люди, которым это нужно. Многое отдам в свой любимый город Переславль, что-нибудь там построю. У меня большая мечта, чтобы там был хороший театр, например, там нет театра сейчас. Вот. И помогу как-то городу с точки зрения благоустройства или с точки зрения какого-то, ну, я не знаю, еще одну гостиницу построю. Открою еще один хороший там, не знаю, хороший ресторан. Ну, театр как-то симпатичнее. Где театр, там и гостиница, чтобы мы приезжали. Ну, чтобы как-то было все хорошо, да, чтобы дети занялись. Ну, то есть для меня это прям большие какие-то цели, конечно, я буду это тратить на это. Но не забуду про себя в том плане, что куплю себе, я очень большая такая мечта, купить себе, специально делаю паузу такую актерскую, маленькую-маленькую-маленькую-маленькую квартирку в центре Рима на Виа-Дель-Корсе или в близлежащих улицах рядом. Фонтана D3 с балкончиком, очень маленькую, пускай она будет меньше 30 квадратных метров, ну, совсем малютка. Но чтобы вышел, и у тебя твой любимый фонтан, твой любимый, маленькая такая пиццерийка, но там самая фантастическая пицца, несмотря на то, что у меня туристическая. А рядом новостной киоск. Да, и это потрясающе, конечно. Вот единственное, что я себе все очень члену. А вот скажи, вот мне все-таки очень интересно вот эта ярость, о которой ты так красиво и точно сказал. Я предполагаю, что такое разъяриться, да, особенно в момент репетиционной или съемочной. Мне кажется, это самое главное, что есть в актерской профессии, это ярость. Ну, если говорить про мужчин, наверное, у женщин немножко не так, просто у женщин энергия по-другому работает внутренняя. И, возможно, тоже возникает эта ярость, которая переходит в какую-то сексуальность, скажем так. У мужчин это прямо ярость-ярость должна быть, наверное, которая переходит во многое другое, которая переходит и в молчание, и в то, как человек смотрит. Но ярость — это внутри, это чувство, которое наполнено невероятной энергией. Главное его правильно направить. Куда нужно его направить, в какую сторону, потому что ярость может, ну, она... Это как ураган. Это красиво, но иногда разрушает. И в том числе это может разрушать и людей, которые рядом с тобой, и тебя самого. У тебя был такой эпизод когда-нибудь? У меня был такой эпизод, да. У меня были такие эпизоды. А это... Но каждый раз, когда это возникало, это применение-то я, это было несколько раз. Я это потом анализировал и понимал, что не могло произойти иначе, наверное. Ты испортила что-то своей яростью? Нет, слава богу, нет. Слава богу, нет. Наверное, в какой-то момент времени, когда эта ярость была направлена на конкретного человека, сейчас я понимаю, что этого не надо было делать. Не надо было делать. Но, с другой стороны, я также понимаю, что вот так было в этот момент, в эту секунду. И по-другому быть в эту секунду не могло. Потому что эта ярость куда-то должна выходить. И это был как раз тот период, когда я не снимался в кино. Не снимался в кино? В этом-то и загадка. И когда начинаешь анализировать дальше это состояние и это ощущение, это ярости, ты понимаешь, что ты настолько зависимый человек от этой профессии. Потому что всегда палка о двух концах, всегда два, всегда черное и белое, всегда две руки, две ноги. Ну, понимаешь, да? И тебе все равно это необходимо. Тебе необходимо это выплескивать на сцене и в кино, потому что в тебе это есть. И это какая-то иногда сила, которая должна куда-то деваться. Скажи, а Сокуров по-прежнему твой любимый режиссер? Да. Да. Помнишь... И, наверное, хорошо, что я у него не снимаюсь и лучше, чтобы не снялся. Что-то в нем есть такое, какие-то такие знания, которые сложно понять, которые сложно... Я, знаешь, я тебе могу рассказать одну историю, когда... Я не буду имена называть, мне показали одно интервью Сокурова, которое не вышло нигде. И я не знаю, выйдет ли и выпустит это интервью, такой разговор его. И он там говорит очень хорошую мысль про то, что... Я с ней и не согласен, но я его сегодня вот как бы... Я часто об этом думал, когда... Я, может быть, неправильно по смыслу скажу, но, наверное, то, что... Нет... Почему он не снимает кино? Потому что он не видит в этом никакого смысла сейчас. Нет смысла снимать кино, нет смысла заниматься... Это все бессмысленно. И кино это бессмысленно. Но он же тебе сказал... Главное, не бросая театра. Да, да. И я ему за это большое благодарен сильно. Опять же, я, может быть, ошибаюсь в том, как он это и что сказал. Может, я это увидел в его словах. Может быть, когда-то зритель... Я стал уникальным свидетелем конкретно... Откровенности. От этого интервью, да, которого нигде нет. И, возможно, нигде и не будет. В этом есть какой-то тоже определенный смысл. Слушай, раз уж ты меньше снимаешься... Ты читать сколько успеваешь книжек в месяц? Ты знаешь, я буду честен. Я никак себя не могу приучить к чтению. Текст Глуховского прочитал же ты. Да и все, их супер. А, и тот. Ты как тот милиционер, помнишь? Да, да, да. У меня уже есть одна книга. Да, я, наверное, могу производить впечатление интеллигентного и читающего человека. Но это, если честно, не так. Я за это себя виню, корю. Это мой большой минус. Я о нем знаю и понимаю, что я хочу, значит, себя заставлять это делать. И я придумываю разные способы, как это делать. Как это делать. Например, у меня есть такой способ. Есть одна, значит, девушка, которая мне помогает в этом, которая, собственно, работает, она любит читать, смотреть, она все знает и так далее, и так далее. И там раз в месяц, раз в полтора месяца она мне присылает список того, что можно потом сыграть в кино, можно потом поставить в театре. Этот список пополняется, и я пытаюсь из него вычленять и читать оттуда, понимая то, что мне это пригодится в профессии и в работе. — А кино сколько успеваешь смотреть? — Кино очень люблю смотреть. И очень люблю русское кино смотреть. Очень много смотрю русского кино. Все, что выходит, смотрю. Потому что мне важно понимать, что происходит сегодня. Ну вот, это моя профессия. Я должен знать все про каждого. Мне это очень важно. — То есть ты практически каждый день смотришь какое-нибудь... — Практически. Вот сейчас да, да. Какое-нибудь русское кино, сериалы, все смотрю, которые выходят. Их сейчас большое количество выходит. — Что тебе больше всего понравилось на сегодняшний день? — Из последнего псих Федор Бонарчука. — Ну, конечно. — Псих очень понравилось. — А про профессиональное. Ты можешь не распрямлять спину, потому что она у тебя так прямая. А мне, потому что все то есть. Так вот, значит, Александр Петров сказал вот что. Уходить надо тогда, когда хочется остаться. — Да. И вот, не пора ли тогда тебе уходить из твоего массового кино, твоих глобастов? — Нет, пока не наелся. Пока не то, что еще... Ну, то есть хочется остаться вот в послед... Знаешь, когда вечеринка хорошая идет, и все супер, и классно, и еда, и вино, все вкусно, и все танцуют. Но в какой-то момент ты должен понимать, что вот будет какая-то грань, когда она станет, эта вечеринка перейдет в другой разряд. И вот до этого разряда тебе надо успеть уйти. Вот все. Вот там не надо. Вот это вот все не запомнится, и наоборот, твое впечатление испортит об этом. — Хорошо, чего ты не доиграл? — Не знаю. Мне кажется, очень многого. У меня огромное количество мечт и планов с точки зрения актерской профессии. Я засыпаю с этим и с этим просыпаюсь. — Я знаю, что никто не любит говорить про мечты, но хотя бы... — Какое-то огромное, большое международное кино с потрясающей драматургией, с группой, чтобы было 2000 человек, чтобы было, там, не знаю, 70... Когда я начинаю читать эти новости, ну, вот «Пираты Карибского моря» снимаются, на площадке работало одновременно 70 гримеров. Я понимаю, что... 70... Вот этого ощущения хочется. И вдруг весь этот ураган замирает ради того, чтобы ты просто сидел вот так вот, и камера на тебя наезжает, и ты просто посмотрел и сказал одну фразу. «Стоп, снято!» Это потрясающее ощущение. Вот хочется вот этого. Ты откровенно говоришь, что я вот все равно хочу в Голливуд. Сейчас про английский язык с тобой поговорим. — О, это больная тоже тема, как и книжки. — Ну, а что делать? Смотри, ты собрался в Голливуд, а с английским языком медленно развиваемся. Мы учим его, как у нас там с английским языком. — Ты знаешь, я очень активно занимался английским до того момента, когда я должен был улетать в Афину и сниматься в кино. Я прям занимался каждый день и так далее. Потом я отснялся. Я перекрестился от того, что я все сделал, все довольны. — Все произнес? — Все произнес, я говорил по-английски, я жил в зоне английского языка несколько недель. Я прилетел и такой, ну, мотив пропал, ну, сейчас вот попозже начну опять заниматься. Есть такая во мне черта, ленивая какая-то. Когда просыпается в тебе внутри ленивая жопа, которая тебе говорит, ну, тебя же сейчас нет проекта. Ну, он там будет, может быть, там есть один в наметках в мае, один там. Ну, будет тебя две недельки, выучишься, поедешь. Ну, это как бы вот такое, знаешь. Но себя надо заставить, да. Себя надо заставить. — Адский разгильдяй. — Абсолютный, абсолютно. — Ты же мечтаешь про Голливуд. — Абсолютный, да. — Ты в Голливуд, это как это, на каком ты там языке собираешься разговаривать? — Ну, мне как... на английском. — Правда? — Да. — Прямо я не хочу тебя спросить, конечно, do you speak English, но знаешь ли ты такое слово сочетать? Оно мне очень давеча понравилось. — Necessary excellence. — Нет. — А перевести можешь? — Нет. — О, да ты говоришь Голливуд. Это, оказывается, на самом деле, невероятно... — Это какая-то именно фраза, которая... — Это просто описание, так сказать, подхода, продукта к чему-то. То есть, например, Маккаун считает, что он... — It has necessary excellence. — Ага. — То есть, необходимое... — Необходимое... — Необходимое... — Совершенство. — Ага. — Понимаешь? — Но! — Но! — У меня есть, что тебе на это перекрыть. — Ну, крой! — Плэйс! — Мне кажется, в хорошем смысле. — Давай-давай. — В абсолютно хорошем смысле. — Давай-давай. — И Голливуд, и не Голливуд. И вообще мир очень любит таких хороших, честных, правильных распиздяев. И когда вот это возникает, это супер. Это супер история. Я ее берегу просто там, не знаю, для чего-то другого. Вот когда мне скажут, слушай, а ты вот приехал сниматься в этом кино, ты вообще по-английски не говорил. Ну, практически нет. — А ты же просто понты... — И смех, и какой-то смех, и да, и что-то. Но сейчас уже как бы все хорошо. — Это ты себе понтов подготовил. — Да, я подготовил не понтов, я подготовил... Это, с одной стороны, оправдание, а с другой стороны, возможно, будет какая-то вот такая смешная история. Потому что когда я в Грецию поехал, мне там мои друзья, которые знают английский, они говорят, Саня, ты на каком там языке собрался говорить-то? Я говорю... — На греческом. — Ну, если надо, на греческом могу заговорить. Дайте кадр, дайте команду. — Так? — Дайте выучить текст. — Ты выучил. Ну, скажи какую-нибудь фразу. — Да не буду я говорить. — Ну, скажи. — Я сейчас обосрусь перед тобой, это нельзя. — А нет, я возьму себя в руки, я буду... — Я не помню ни одной фразы, потому что это все удаляется с флешки сразу же. — И тем не менее, вот, предположим, тебя закинули, сказали, есть маза, там, может быть, что-то будет. Ты пойдешь к кому-то покачать актерское мастерство? К режиссеру? К тренеру? — К коучу-то имеешь в виду? — Ну да, там в Голливуде их полно. — Нет, наверное... — Никак нет? — Ну, у меня, как бы, понимаешь, для меня, у меня всегда есть один коуч, который, знаешь, как сейчас очень модно, QR-голограмма вылезает в виде Леонида Ефимовича Хеффицы каждый раз. — Леонида Ефимовича Хеффицы? — Я читаю сценарий, а тут вот голограмма Леонида Ефимовича Хеффицы мне со мной разговаривает. Ну, ты с психом сейчас разговариваешь, ты пойми это просто. — Конечно, ну, нормально, это и тебя я движет, кто... — Да, да, у которого голограмма вылезает в виде... — Это счастье, это счастье, что у тебя... — Который каждый раз, как бы, говорит мне, Саша, вот это, вот это, вот это. То есть я думаю, фантазирую, как бы он сказал, если бы я задал бы этот вопрос. — Вот видишь, каждый комментарий твоего самого любимого учителя на твоей флешке, которую ты не вынимаешь никогда. — Не-не-не-не-не, там забетонированная история. — Там все бетоном? — Да-да-да. — Ну, даже голограмма выросла, я тебе даже завидую. — Там не флешка, мне кажется, там какая-то, знаешь, вставленная... Какая-то не флешка, это что-то другое, это какое-то... Это высечено на каком-то вот... на камне. Это не... там про флешки не надо, там никакие... дисков там тоже нет. Там простые истины высеченные на камне. — У какого режиссера ты хочешь сняться? В Америке, если бы. Ну, так пробежимся по последнему. — Ну, понятно, что это естественно, я там назову Нолана... — Почему естественно? — Ну, все мечтают сняться у Тарантино, у Нолана, у Тодо Филлипса, там, я не знаю... Мартин Скорсезе, конечно. — Угу. — Люк Бессон, очень хочется еще раз с ним поработать, но в гораздо большей роли, и, может быть, в более, скажем так, каком-то серьезном кино. Мне кажется, все артисты мечтают сняться у этих режиссеров, и которые там находятся, в Голливуде, и которые здесь, в России, в любой стране мира, понимаешь. Но в Голливуде есть, как мне кажется, и вообще на Западе огромное количество молодых и других еще режиссеров, которые тоже могут снять классный продукт, который может выстрелить на платформе, на Нетфликсе, там, еще где-то. — Да. — Что из последнего тебя прям потрясло из американского кинематографа? — И неважно, этот ваш полный метр или сериал? — Ну, Джокер, конечно. Естественно. Довод, естественно. Много разных сериалов на Нетфликсе. — Кроследний? — Я подсел на Тегеран, на Apple. Тегеран сумасшедший. Я просто ждал каждую серию как ненормальный. Это как раз другой западный продукт, когда другие страны, другие артисты, когда нет в главных ролях Брэда Питта. — В чем тебе кстати про Брэда Питта? — Мне он очень нравится, он крутой. Да, но миру становится еще интересно, кроме Брэда Питта что-то. И в том числе русская культура мира очень интересна. И сериалы выходят и на Нетфликс русские, и Нетфликс заходит на российский рынок, и на европейский, и так далее, и так далее. Потому что Нетфликс расширяется, это огромная корпорация, которая будет расширяться. — Класс, что ты за Брэда Питта. Вот знаешь, как часто говорят, есть вот эта троица секс-символов. В Москве, значит, Машков, Цыганов, Петров. Ну, что так, троица — нормально. Нам нравится. — А вот, закрой глаза, представь себе, в какую троицу в Голливуде ты хотел бы зайти? Вот чтобы так... Ну, понятно, Брэд Питт тебя утомил. — Ну, Ди Каприо, конечно. Мне очень нравится. Как он работает, естественно. — Еще? Ну, там троица, ты третий будешь. — Ну, Брэд Питт, естественно. — А, то есть Ди Каприо, Брэд Питт и ты? — Да. — Эта троица тебя устроена? — Очень устроена. — Ну, и постарше тебя, между прочим. — Ну и что? Они какие-то, понимаешь, в них есть это какое-то животное, чего-то такое. Потому что сейчас новый герой Голливуда — немножко другой какой-то образ. Если до этого это был там Ди Каприо, Джонни Деппо, Брэд Питт, то сейчас это Тимоти Шалама, который немножко... Вот он очень тонкий, немножко ранимый, немножко какой-то такой субтильный. А тут как бы просто такой кат, и там, не знаю, Брэд Питт однажды в Голливуде снимает футболку на крыше. — Да, понятно, большой зал Октября встает. — И просто потный человек. Тарантино придумал эту сцену для того, чтобы Брэд Питт там снял эту футболку, понимаешь? Или Ди Каприо, который в фильме «Выживший» пытается залезть в какую-то корову, в тушу. Вот это все работает. Это, ну как бы, мне это лично очень, скажем так, ближе. Больше нравится и больше мне доставляет или Хакин Феникс, который сумасшедшая история. Вообще, ну, у него не один сумасшедший. — Крупный очень актер. — Ну, он, да, он животное, он превращается на площадке в какое-то животное. И они всегда будут там. — Там, в смысле? — Ну, это верхняя полка, верхняя полка артистов. Потому что молодые могут появляться, вот хорошая роль, хорошая какая-то, неплохая, и, может быть, номинация есть, и, может быть, в какой-то момент и получат, и так далее, и так далее. Но там, даже если бы у этих ребят не было бы, там, Оскаров, да все равно всем. — Ну, то есть, возвращаясь, ну, тем более, сколько наш прекрасный друг Ди Каприо ждал Оскар. Это же неприлично было, да? — Ну, да. — Уже совсем почти, почти из жалости. При том, что это актер высочайшего калибра. — Мне кажется, для него это не было какой-то самоцелью. Я думаю, что ему было приятно как ребенку, но он в какой-то момент, ну, то есть, он другой. Ди Каприо — человек, который, я думаю, непростой, с непростым каким-то и характером, и так далее. — Мы сейчас позвоним Ди Каприо. — Да. — И спросим, ну что, Лень, ты, наконец, доволен? Куда поставил статуэтку-то? — На самом деле, мы, конечно же, с тобой не знаем, как он хотел, чего он хотел, и хотел ли вообще. И человек, он действительно очень крутой. — Ну, в общем, у меня устала попа сидеть на твоих стульях, баррель. — Я тебе предлагаю переместиться. — Большое тебе спасибо. — На мягонькое. — Спасибо. — Где я провожу больше у тебя своего времени здесь? — Наконец-то! Нет, поэтому ты меня и посадил на деревянку. Бери с собой, да. — Берем. — Ну, пошли, ладно. — Пойдем. — Сэмчик. Осторожно, игрушка, Сэм. — Так. — Присаживайся. — У тебя есть какое-нибудь любимое место? — Ты знаешь, нет, это диван. Диван, где, значит, где присел, где прилег. — Там это и молодец. Слушай, Саш, а что самое страшное для актера? — Ой, это классный вопрос. — Наверное, понимать то, что тебя забыли. — Ну, знаешь, да, что Крыжовников нами с тобой так любимый. И, кстати, Сергей Бурунов в один голос нам сказали, когда самое страшное для актера… — Когда молчит телефон или что-нибудь? — Нет? — Когда он никому не нужен. — А, ну, примерно то же самое. — Привет. — Когда тебя забыли. — Когда тебе забыли, когда ты никому не нужен. Примерно то же самое. Я думаю, что это самое страшное. — Ну, послушай, когда тебя забыли, значит, тебя помнили и знали. А когда ты учился-учился чего-то там, какого-то павлина где-то станцевал три раза, и вроде бы получалось, а потом тебя забыли, другая история. — Другая, но смысл один и тот же. — Конечно. — Один и тот же. И мне кажется, даже страшнее, когда тебя забыли, когда ты был, когда ты был всем нужен, и был на пике, и тебя все хотели, и потом ты выходишь на улицу, а тебя никто и ничего. — И не узнают. — И тебе говорят, там, мне кажется, самое главное. — Мужчина вы здесь не стояли. — Мужчина, а можно вот столик не закрыть? Не-не-не, мы вас не понимаем. Но это самое, конечно. — Тебе нравится, когда тебя узнают на улице? — Конечно, любому артисту нравится, когда узнают на улице. — Да? — Да, естественно. — А ты фотографируешься, когда тебя просят? — Да. — Со всеми-всеми? — Практически, да. — Ты, наверное, на улицу не ходишь, да, я думаю? — Хожу. И очень спокойно себя там чувствую, гуляю. — Ну? — Ну, слушай, не вижу в этом никакой проблемы. Я могу и ночью гулять, а летом уж тем более всегда ночью гуляю. — Летом при свете ты не сможешь гулять, потому что, наверное, каждый хочет сантрафироваться. — Ну, кепка, очки. — А кепка, очки Леонардо? — Леонардо научил. — Кепка, очки, капюшон. — Кепка, очки, капюшон сверху, да? — Тебя никто особо не узнает, ты чувствуешь себя абсолютно спокойно, нормально, тем более сейчас масочный режим, мне это очень подходит. Ну, правда, ты маску надеваешь и в метро едешь. У кого-то может быть какое-то такое ощущение, что кто-то стоит такой... — А вы случайно не едете? — Не, он не спрашивает, просто, ну, как странно подходить к незнакомому человеку и говорить, а вы случайно, ну, наверное, нет. — Да. — Ну, наверное, нет. И ты спокойно едешь, никто тебя особо не трогает. Маски супер, особенно когда кепка и капюшон, ну, вообще никак нет шансов. — Да-да. — И то, там, знаешь, очень такие смешные и трогательные, и мне это приятные вещи, когда, значит, магазин, ты там покупаешь продукты, маска, кепка, капюшон, вот, и кассир спокойно пробивает эти продукты, ты их в пакеты раз, спокойно пробивает, вообще никакой реакции, это вот самое крутое, что может быть. И ты такой, ну, окей, все супер, в пакеты засовываешь, и тебе в конце там платишь, и тебе в конце продавец в магазине кассир говорит творческих успехов. — Ай, смех! — И ты такой... — Му-у-у, му-у-у. — Спайди! — И ты такой, блин, так, и тут спасибо, теряешься, с этими пакетами начинаешь. — Ты все время сказал, или, тебе вернее, прости, кто-то сказал, помни, что ты себе не принадлежишь. — Да, был такое. не помню кто тебе сказал и ты как-то в это поверил вот перескажи мне кому ты принадлежишь в результате как ты думаешь я все равно останусь автолистом и я понимаю что так или иначе очень большое количество вещей которые происходят меня в жизни это кто-то берет прям вот за шкварника куда-то тащит и ну потому что невозможно объяснить какие-то вещи я верю в это во все вот но есть какая-то в этом миссия и философия а без этого как бы ну а как тогда без этого тогда ты станешь просто бытовым человеком которые вот там типа хочет вот это вот это вот и до свидания все больше все это вам обо мне это счастье какое-то нет и все равно заглядываешь за горизонт пытаешься там что-то найти понять что ты ничего там не найдешься с одной стороны с другой стороны да ну я имею ввиду ты не увидишь не поймешь не узнаешь до конца но все равно остаешься человеком который верит в это и который понимает то что да тебя в один момент возьмут зашкварник и кинут туда возьмут зашкварник и ты готов и там ты будешь разбираться и ты будешь к этому готов скажи ты считаешь что человек вообще готов потому что этот год показал что как-то человек не очень готов человек быстро привыкает человек никогда ни к чему не готов это основа профессии чтобы ты в кадре в сцене был не готов к событию и это самое самое то на чем это все основывается да когда ты видишь человека который знает что будет и знает текст тебе становится неинтересно когда ты видишь реакцию человека который не готов к этому событию тогда тебе становится интересно, и тогда человек начинает, если он это делает, и действительно не готов по-настоящему, тогда этот человек получает все. Премии, деньги, награды и так далее, и так далее, и так далее. Секрет-то очень простой. Поэтому человек никогда ни к чему не готов, но быстро привыкает его. Ты слышал, что про тебя сказал очень уважаемую мою кинокритику Антон Долин у Дудя? А, кстати, что-то мне кто-то говорил, но я пока не смотрел. Он, в частности, как доктор тебе прописал полуторагодовой детокс. Да, он сейчас и происходит. И вот ты в нем, собственно, и находишься. Я нахожусь в нем, и я прихожу на премьеры к своим друзьям, и у многих журналистов, которые там находятся, корреспондентов, возникает вопрос «Вы не снялись в этом фильме?» Я говорю... Представляешь? Я говорю «Нет». Это как Володя Мишков сказал, когда у него спросили про серебряные коньки, я сейчас говорю. Да. Когда спросили, корреспондент тоже спросил, а вот в этом фильме нет Козловского и Петрова. «И это так жаль», — сказал Мишков. Просто в секунду человек говорит, «Ну, у кого вы спрашиваете?» «У опытного, взрослого, харизматичного, умного, талантливого человека, конечно, он вам вот так вот препарирует быстро». А там хотели задеть как-то, чтобы вдруг вышел на что-то. Он говорит, как жаль. Отстевал, хорошо. Это хорошо, это супер. Есть такой актер, ну, я думаю, ты его знаешь, но он очень известный. Александр Петров его зовут. И он говорит, самый главный манифест и принцип «Моя жизнь» — это всё время идти вперёд, не стоять на месте. Ты это говорил часто, совершенно разным людям, совершенно разных контекстов. И я понимаю, что ты хочешь сказать, но у меня вот сейчас, накануне 2021, к тебе такой созрел вопрос. Идти вперёд. А как ты пойдёшь вперёд? Куда ты пойдёшь вперёд? И зачем ты пойдёшь вперёд? Ну, это неважно. Это уже дополнительные вопросы. Это уже потом ты себе задаёшь. Зачем? Куда? И так далее. Главное — не устанавливаться. Ну, не... Потому что остановка — это тоже может быть движение вперёд. И это надо просто понимать. Но ты понимаешь, что ты всё равно идёшь куда-то вперёд. Так надо останавливаться или не надо останавливаться? Надо. Но эта остановка может быть гораздо большим движением вперёд, нежели ты просто сломя голову, куда ты идёшь. Но ты понимаешь то, что ты куда-то идёшь. Я однажды позвонил Леониду Фимовичу Хефицу. Я очень редко ему звонил. И когда оказался в Париже, во Франции, накануне первого съёмочного дня у Люка Бессона, я ему позвонил, рассказал об этом. Он говорит, «Саша, дорогой мой, вот в Париже, Париж, мы любим, там есть парк такой. Вот там ты пройдёшь, а где ты живёшь? Ага, вот там парк, вот там недалеко от тебя. Там парк, и вот в этом парке люди с такими стульчиками со своими приходят. Там есть лавочки, ну, у вас очень много со стульчиками приходят, просто сидят. Вот. Сходи обязательно в этот парк. «Сядь, посиди». Я говорю, «Всё?» Он говорит, «Да, Саша, это уникальное место. Посиди». Вот смотри, мы вообще-то с тобой вот уже вот скоро будем прощаться с 2020 годом. С удовольствием, так сказать. Скорее всего. За что ты хотел бы поблагодарить этот год, Саша? Классный вопрос. Да ты знаешь, у меня есть такое, что я благодарен 19-му за это, 20-му я благодарен за это. Ну, был очень непростой год. Я бы хотел отблагодарить этот год за очень многое, потому что, как ни странно, в этом году мы со Стасей много путешествовали до пандемии. И в какой-то момент Стася мне сказала фразу, что типа, я говорю, я, значит, смотри, а я наткнулся на какой-то там очень классный отель в Швейцарии, где горы и как бы такой теплый бассейн. И там очень камерный такой отель, классный ресторанчик. Я вот как все я люблю, никого нет, никого ты не знаешь, никто тебя не знает. И просто там от Суриха надо ехать туда-сюда. Она говорит, Саша, слушай, мы уже летаем каждый день туда-сюда. Не то, что она это сказала, никуда нет. Она говорит, это очень здорово, это очень круто, но может дома посидим хотя бы. Она тогда не знала, про пандемию никак. Я говорю, использую эту возможность, пока мы можем, ты можешь и так далее. Она говорит, да я с большим удовольствием, может быть, все-таки дома. Я на пророком оказалась, и мы провели дальше уже в месте карантин здесь. И это было удивительное время, когда ты наслаждаешься человеком, человек наслаждает и вы наслаждаетесь друг другом. Мы гуляли, играли в баскетбол. Слава Богу, так получилось, что вот спасибо Вселенной, что у нас была такая возможность. Это точно. Ездили в магазин, сидели, смотрели фильмы, фильмы, пили вина, разговоры, разговоры, костер, тепло, супер. Никуда не выходили, соблюдали все. Но нам было прям здорово именно в этот карантин, скажем так. Поскольку мы, я надеюсь, выйдем до Нового года, что бы ты хотел, чтобы тебе подарили на Новый год? Ты знаешь, это совсем не важно что, но когда вот у меня такое детское ощущение было на тот Новый год, когда Стась мне ничего не сказала, я прихожу домой и здесь стоит елка. Ей были, слушай, мне никогда никто, ну вот с детства такого я не помню, что бы вот так вот сюрпризом ставили живую елку. Я просто смотрел на нее здесь, вот стояла здесь маленькая елочка такая, симпатичная, наряженная, игрушки, героин. и он на нее так встал, смотрел, долго очень смотрел, и прям слезы на глазах потихли, накопились, скажем так, потому что это было какое-то такое приятное возвращение в детство. Если под этой елкой будет любой, маленький, я люблю подарки, и какой-то, когда вот ты открываешь, разве, а что там, это вообще не важно. Но вот это, само ощущение этого носка, знаешь, где конфеты, и ты всегда будешь рада, что ты знаешь, что когда ты был маленьким, родители, значит, у нас была такая традиция, мы там дарили друг другу подарки, естественно, и даже уже, когда тебе было и 16 лет, например, все равно тебе родители дарили сладкое, что-то кинтер-сюрпризы, там еще что-то. Ну, конечно. Ну, и ты сразу батончики, ой, это супер. Вот, поэтому, если будет такой вот любой подарочек под елкой, запакованный. Как ты выражаешься, чтобы попало в тебя, да? Да, да. Ну, вот сноси нет и елки нет. Да, но она сказала, что как только она приедет, это уже скоро произойдет, то, что вопросом елки занимается именно она. Но она сказала то, что, она говорит, не будет живой елки, к сожалению. Я говорю, почему? Потому что у нас появилась кошка, и кошка, ее съезд будут иголки по всему дому. Она туда будет залезать, потому что она неравнодушная. Она говорит, я сделаю так, что это будет казаться, как будто это настоящая елка, она будет очень красивая. Ей я верю в это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!